Продолжение следует... Продолжение следует... По пунктам стратегии компании Skyway, стратегии инвестирования, стратегии построения бизнеса, команды, по всем нашим планам мероприятий, для того, чтобы все ваши планы были встроены в единую такую мощную волну. Но сейчас давайте пройдемся по нашим новостям. И я хотела бы в самом начале передать слово Евгению Кудряшову, это наш генеральный директор, наш финансовый отдел. И сейчас все те вопросы, которые вы задавали относительно объемов, отображаемых в личном кабинете, зачисления бонусов и так далее, вы сейчас можете задать ему напрямую. Поэтому, Евгений, пожалуйста, подключайтесь, передаю вам... Так, дорогие друзья, всех приветствую. Давайте сначала проверим связь, если меня слышно, нет. Так, отлично. А по 10-балльной шкале? Поставьте оценочку. На восьмерочку. Так, сейчас я посмотрю, можно ли где-то тут... Хотя нет, микрофон у меня хорошо. Но я вижу, что в целом хорошо слышно. Значит, смотрите, о чем хотел поговорить сегодня с вами непосредственно по... Ну, мне задаются вопросы Ириной по поводу там бонусов, начисления на то, что она сейчас озвучила. Давайте пойдем со следующего. Значит, первое. Я бы хотел с вами, как с непосредственными лидерами, да, так как с теми, кто принял решение и несет знамя SkyWay, поговорить об отчетах. В этот раз, буквально несколько дней назад, мы... Хрипит. Сейчас, секундочку, попробую подубавить. Вот так, если сделать. Хорошо слышно? Скажите, меня слышно? Хорошо? Сейчас. Так, вижу, что хорошо. Отлично. Значит, смотрите, было где-то в списке более 20 человек, кому мы произвели выплаты по региональным начислениям за, ну, так сказать, лидерские. Вот. Но при этом скажу вам следующее. Если, например, у нас есть такие регионы, как Латвия, Литва, Санкт-Петербург, за которые отвечают, например, Инета Анджина, Ирина Волкова, Григория Мирошниченко за Челябинск, Челябинскую область, вот, то от этих людей с регулярностью поступают отчеты. То есть то, что было проделано, то, что мы непосредственно представляем нашим акционерам и показываем то, что у нас эти регионы развиваются и там проводятся мероприятия, куда могут они прийти. Это на самом деле очень сильный такой мотивационный момент для других лидеров потенциальных, кто еще пока не с нами в команде, но только собирается. И это на самом деле огромный аккумулятор энергии для наших партнеров. Когда они видят, что в их регионе что-то проводится, да, у них есть повод пригласить туда человека, прийти, где ему профессионально расскажут, профессионально презентуют компанию. Вот, вернусь к нашим отчетам. Вот, отчеты у нас на самом деле приходят только, наверное, от 5%, если не меньше, наших представителей. Но, стоит отметить, что выплаты мы начисляем регулярно и ежемесячно. Вот, я бы хотел обозначить уже вот с апреля месяца, уважаемые наши представители, просим от вас предоставлять отчеты о проведенных мероприятиях, какие бы они ни были. Вот, нам очень важно об этом рассказывать и это показывать уже на всех наших планерках, на всех наших вебинарах, также в соцсетях, в ВЛК, в новостях, на сайте. Вот, и уже выплаты за апрель мы будем производить исключительно уже по отчетам. Что касаемо перечня того, что необходимо предоставить, это уже непосредственно вы можете прочитать соглашение. Вот, у меня до сих пор нет. Вы обратитесь просто ко мне после этого, ну, Ирина вам даст скайп и мы решим этот вопрос. Потому что всем, кто, где было подано, непосредственно бланк был подан на начисление, мы всем начислили. Вот, в личный кабинет на бонусный счет с пометкой, с пометкой, с пометкой, забыл просто как комментарий дословно. Но там понятно, что это за регионы. Вот, значит, еще раз хочу подытожить. Давайте мы все-таки будем организованы и будем вести, ну, полную отчетность по своей деятельности. Для того, чтобы мы понимали, если пришел какой-то регион, мы изначально смотрим, что было по региону, да, какие результаты были до прихода того или иного лидера. Дальше мы уже смотрим, какие результаты показывает тот или иной лидер в данном регионе. И уже вычисляя ту сумму, которая была привлечена, мы начисляем уже в соответствии с планом начислений определенный процент вам на бонусный счет по итогам месяца. Вот, еще раз повторюсь, что за апрель начисления будут производиться совместно с вашими отчетами. То есть у кого не будет отчетов, мы начисления производить не будем. Ну, это правильно, соответственно, не было никакой произведенной работы. Ну, и, собственно, зарабатывайте тогда на маркетинг-плане, где мы даем вам там до 24 уровней. Просто еще такой момент, что некоторые региональные лидеры воспринимают начисление по своему региону, да, как какой-то дополнительный бонус. Дополнительный бонус просто так за то, что он назвался лидером. Нет, такого у нас не будет. Значит, сразу вас хочу предупредить, кого-то расстроить, кого-то обрадовать. Но это за определенную проделанную работу в данном регионе. Дальше, что хотел сказать. По срокам, по выплатам. Как показал опыт, ну, вообще мы очень хотели сделать это до 5-го числа, но у нас до 5-го числа не всегда получается произвести просчеты, выгрузки. Вот, и сделать. Давайте мы определим с вами с 5-го по 10-е число, но мы будем стараться делать этого 5-го. Ну, чтобы как бы не было четкой такой даты, в которой, ну, мы не уложились. И, понятное дело, что неприятный момент. С 5-го по 10-е 100% все выплаты всем региональным представителям нашим, лидерам, будут начислены. Также хочу вам отметить такой немаловажный момент. Он на самом деле мега важный просто. Смотрите, все наши начисления, они производятся не по вашей структуре. Вот еще прошу заметить, потому что у меня стоит сейчас вопрос по отображению объема в личном кабинете. Вот, то я вам сразу говорю, там получается неправильно. Объясню чуть позже почему. Смотрите, есть, например, регион, неважно, какая-нибудь область, Оренбургская область. И в этой Оренбургской области вы, например, работаете, проводите презентации и, так сказать, занимаетесь популяризацией технологии Skyway. И объемы, которые проходят по этому региону, неважно, в чьем, в чьей структуре те люди, кто к вам приходят на презентации, непосредственно попадают в ваш объем. Это тоже очень важно, потому что, по сути, если так говорить, на вас работает целая компания. То есть, если в том регионе кто-то из наших партнеров приглашает, и они приходят к вам на презентацию, и объемы этого региона растут, то они засчитываются вам. Но за определенные ваши действия и, соответственно, предоставление отчета по этим действиям. Что касаемо сейчас отображаемых объемов в разделе статистика. Если кто-то смотрит и видит, например, что у меня за этот месяц прошло, например, 5 тысяч долларов, то это объем, который засчитывается на текущий момент с акционными средствами. Буквально, я думаю, что до конца апреля, ну и думаю, что еще май зацепим мы какую-то часть, мы сделаем, чтобы в ваших личных кабинетах был полностью объем по тому региону, в котором вы работаете. Так называемый внедрим реестр представителей. Что еще будет непосредственно? У кого есть офисы, да, люди смогут в своем профиле отмечать, ставить, выбирать региональное представительство, где они, ну не региональный, региональный офис, где они, с каким лидером они работают. Это любой партнер может сделать. И обороты по этому человеку, то есть, когда он покупает, делает покупки акций, они будут считаться в объем данного регионального офиса. Это понятно, я сейчас объяснил? Поставьте плюсики, кто понял, если не понял, еще раз объясню. Так, минус. Хорошо, Владимир, еще раз объясню. Смотрите, мы введем реестр. Реестр региональных представителей, у кого есть офисы, а также кто работает без офисов, они тоже будут в этом же реестре. Что это значит? Значит, это следующее. Что у нас будут официальные представители, которые будут отображаться в профиле каждого нашего партнера. И подтвердив тот момент, что данный человек, данный партнер пришел в данный офис какому-то либо региональному представителю, неважно в какой он структуре, он в своем профиле выберет то представительство, где он работает, куда он приходит. Ну, сказать слово обслуживается неправильно, да, с каким лидером он работает. Вот. И когда данный партнер, выбрав данное представительство, что он работает с этим представительством, будет покупать акции, то объем по данному региону за этого человека будет считаться тому представителю, в котором офисе он работает. Так понятно объяснил или нет? Вот. Отлично. Вот. Это мы планируем, я думаю, что мы постараемся до конца апреля, но где-то это, наверное, будет все-таки май, когда мы еще зацепим. Вот. По срокам мы сказали, по отображению объемов сказали. Далее, что нас ожидает в ближайшее время? Так, скажите, объем считается только по поступлению инвестиций в фонд Skyway Capital. Да, совершенно верно, фонд Skyway Capital. По SWIG это не к нам, по RSV это тоже не к нам. Я сейчас говорю конкретно про Skyway Capital, мы говорим об этом. Дальше. Сейчас мы уже в принципе 98% закончились английским языком и буквально уже в ближайшее время перебросимся уже на другие языки. Это уже будет венгерский, шведский и пойдем дальше по мере необходимости, которая сейчас нам нужна. Дальше, значит. Что касаемо планов по ЛК на апрель месяц. К концу этого месяца мы постараемся успеть и выкатим уже новую версию дизайна нашего личного кабинета. То есть тот дизайн, который вы сегодня видите, он с нами, наверное, до конца апреля. Сроки были программистами поставлены, они должны будут это успеть и поменять. Соответственно, дизайн будет на двух языках, ну как и весь кабинет. Вот. Что еще? В принципе, это такие одни из больших доработок. Да, также сегодня выйдет новость по поводу в кабинете мы сделали, значит, по начислению бонусов, которые у нас идут на пакет старт, бизнес, сеньор и стабильный. Вот. На эти пакеты, да, при выполнении условий это либо произведена была оплата за два месяца, либо были приглашены три человека с оплатами от 25 долларов. То сейчас у каждого из наших партнеров в личном кабинете в разделе «Мои рассрочки», где отображается количество акций, там есть буковка «Ай». Вот. Она горит красным. Если на нее навести, там написано, что вы можете получить дополнительный бонус, выполнив определенные условия. Там описано. Вот. Когда эти определенные условия выполняются, эта кнопочка горит зеленым, и тогда человек понимает, что по окончанию рассрочки он получит дополнительный бонус, который регламентирован нашими правилами. Вот. Каждый зайдите, посмотрите, потому что это вопрос на самом деле очень наболевший, и очень много вопросов связанных с тем, что «А где мне посмотреть, что я получу бонус или я выполнил условия?» Сейчас это отображается в личном кабинете. Вот. Также, друзья, хотел бы от вас какие-то вопросы получить, чтобы вам ответить, что-то прояснить. Пишите, пишите, не стесняйтесь, я отвечу. Вижу здесь у нас по поводу, ну вот, наверное, не мне это было регламентировано, страница команды «Данные плюс фото». Вот те региональные лидеры, куда отчеты отсылать. Ирина вам даст почту, вы будете уже непосредственно на эту почту отчеты присылать. По поводу страницы команды. Буквально, я думаю, сегодня или завтра, если у нас сейчас, ну, после нашего с вами совещания узнаю, есть ли все данные на всех представителей. Вот, но Ирина присылала. Сегодня, завтра у нас появится страница на сайте, на официальном сайте с каждым из вас, кто у нас является лидером региона. Когда планируется шведский язык? Вы знаете, сейчас летит все настолько просто громаднейшими темпами, что иногда глаза вылазят от этих темпов. Вот, я думаю, что в течение мая месяца он у нас уже будет. Вот, у моего инвестора статус консультант, она выпала все условия дополнительной системы, прошло уже три недели, но никаких изменений в ВЛК нет. Кто отвечает за корректировку информации в ВЛК? Напишите, пожалуйста, техподдержку, и они нам передадут, мы сегодня посмотрим. Вот, разберутся технические специалисты. Есть ли еще какие-то у вас вопросы? Можно ли в кабинете убрать рассрочку? Смотрите, вот сейчас мы убрали специально кнопочку «Отменить рассрочку». И я вам скажу примерную статистику. Если, например, у нас было 50 обращений того, что я там что-то сделал не так в кабинете, что-то запутался, нажал на кнопку «У меня теперь деньги перебросились на акционный кошелек», то сейчас у нас таких обращений нет. И таких обращений вот было 50. То сейчас одно-два обращения, которые просят «Отмените нам рассрочку». Я думаю, знаете, как мы сделаем? Если в этом есть необходимость прям острая, то можно написать техническую поддержку, они оформят заявку техническим специалистам, и мы вручную удалим. Вот. Но, а по сути, получается, если она не оплачивается, она сама удаляется, эта рассрочка. И там есть кнопочка, где можно спрятать рассрочку, она отображаться у вас не будет. Просто будет одна строчка. Насчет верификации документов при регистрации обязательно. На данный момент, Татьяна, верификация у нас не обязательно. Верификация, можно сказать, проходит на стадии оформления сертификата, когда вы прикрепляете все документы, подписываете, на кого вы оформляете данные акции, и это, так сказать, ваша верификация. Вот. Но сразу вам скажу, что в мае месяце, да, но это уже после того, как мы представим вам новый дизайн, вот, в мае месяце у нас будет верификация обязательно, и будет добавление профилей в личном кабинете, и опять же, верификация данных профилей. Поясню, что это такое. То есть, вы заводите все один раз свои данные на себя, прикрепляете все документы, ваш профиль проходит верификацию, и потом вам не надо будет каждый раз вводить одни и те же данные для оформления того или иного сертификата. Также, не знаю, знаете вы об этом, не знаете, но должны знать, в принципе, что из нашего личного кабинета вы можете оформить там на родственника, на кого угодно пакет акций. Но это будет отображаться в вашем ЛК. И также уже, ну это в мае месяце мы уже сделаем, чтобы вы могли заводить не один свой только профиль, но и профиль, например, если вы оформляете на ребенка, на своего, на сына, на брата, то этот профиль также будет сохраняться, он будет один раз верифицирован, и потом с личного кабинета просто, ну, буквально там не теряя времени на заполнение каждый раз этого профиля, будете, ну, нажать подтвердить его и все, в принципе. И он будет автоматом все данные вставляться. Вот таким вот образом. «Вчера горела красная буква при оплате программы 2 по 500 с деревом, разве спецбонус?» Нет, я прошу прощения, вот этот спецбонус мы вчера этот момент увидели, да, и возле этих пакетов не будет этой буковки «Ай-ай». То есть спецбонус относится только к четырем пакетам. Это пакет «Старт», это пакет «Синьор», это пакет «Стабильный», пакет «Бизнес». Все, что у нас с деревьями, также пакет «Юбилейный», к этому бонус не относится. Но и пакет «Юбилейный», собственно, он и не в рассрочку. Пишите вопросы, задавайте. Так, вижу, что вопросов у вас не осталось. Давайте сделаем так. Здесь вот, которые были у нас сейчас в чате, два вопроса, которые требовали ответа. Это у нас консультант. Вот, напишите в техническую поддержку, и она сегодня их передаст. Если будут какие-то вопросы непосредственно ко мне, да, я думаю, что, ну, периодически буду участвовать в данных совещаниях, да, так это назовем. И, в принципе, будем отвечать. Был случай, когда женщина подписалась сама под себя, используя разные имелы, и вложилась под второй аккаунт. Да, согласен, такие случаи есть. Расскажу вам одну историю. Как-то раз я пригласил своего друга, знакомого, но много в каких мы проектах были, и получилась такая ситуация. Это было все со SkyWM, это было еще с головной компанией. И этот друг, когда регистрировался, он сделал следующим образом. Он зарегистрировал сначала жену, потом под жену зарегистрировался сам, и начал уже выстраивать структуру, и делать все так, чтобы жена получала бонус. Я, конечно, увидел это. Вот. И знаете, вот первый вопрос, какой у меня был? Первый вопрос у меня был самому к себе. Что я сделал не так, что со мной поступили таким вот образом? Вот. Видимо, где-то есть в этом причина, что люди поступают вот так. Ну, понятное дело, что жадность еще этим очень сильно руководит. Но прошло, знаете, наверное, не более двух месяцев. К этому моему другу-знакомому, который так поступил, подключился в структуру очень хороший лидер. Вот. Называть имена я не буду, но он начал показывать очень хорошие результаты. Его команда уже, наверное, меряется там несколько тысяч человек. И вот этот вот человек сделал ровно то же самое, что сделал мой друг. Он зарегистрировал под собой аккаунт, а только потом сделал регистрацию сам под этот аккаунт. И вот спрашивается вопрос, почему тот человек поступил так? Да только лишь потому, что когда-то у данного человека он сам сделал это. И вопрос на самом деле здесь, да, я понимаю, что это надо пресекать. Я сейчас не говорю об этом, но верификация аккаунтов, вот отвечу, как бы, верификация аккаунтов решит этот вопрос, да, чтобы не было этих двойных всех регистраций. Мы это все, ну, приведем в порядок. Вот. Но вопрос в том, что происходят вот эти вот прокладки между собой ставят исключительно из-за недоработок. Вот. Хотя нет, слово исключительно здесь неправильно. Да, есть какие-то моменты еще помимо этого, да, но когда лидер напрямую работает со своим приглашенным, то мало у кого возникает желания сделать так и поступить по отношению лидера. Ну, как бы, бывают случаи. Так, добрый день. Не можешь так, еще. Я подала заявку на желательный быть региональным лидером с самого начала, то есть в январе. Договор от Ирины получила только 25 марта. За январь и февраль я отсылала отчеты о проделанной работе, на оплату я не получала. На прошлой панерке мне сказалось, что имеет значение, когда прислан договор, поэтому не получила вознаграждение за проделанную работу. Людмила, наверное, Гурьева нам пишет. Вот. Людмила, давайте мы вот созвонимся с вами, с Ириной, вот этот вопрос уже обсудим, что и как там получилось, чтобы сейчас нам его не поднимать. Добрый день. Не можем оплатить рассрочку. Там пишет, что возникла внутренняя ошибка сервера. Если можете, скиньте, пожалуйста, скриншот в этот чат и решим сейчас этот вопрос. Дорогие друзья, так, Людмила, сейчас вам отвечу. Вот, отлично. Вот. Я с вами сейчас хочу попрощаться, да, желаю вам вообще огромных результатов, больших побед. Вот. Больше время эфирного занимать не буду. Да, Ирина, продолжайте. Вот. Вот. Все. Благодарю вас за то, что вы мне предоставили слово. Все. Всего доброго всем. Пока-пока. Надеюсь, сейчас меня хорошо слышно, да. Евгений, большая благодарность за уточнение, за выступление. И сразу возвращаюсь к тому, с чего начал Евгений. С нашей отчетности, с нашей работы. Коллеги, на протяжении трех месяцев мы говорим об одном и том же. И я еще раз сейчас это проговорю. Я надеюсь, меня Людмила сейчас услышит. Мы говорим о том, что вы предоставляете план мероприятий на следующий месяц по мероприятиям, которые вы проводите в своем регионе. У вас не было такого плана ни за январь, ни за февраль. Те отчеты, которые вы присылали, это была работа проделана с вашей личной структурой. Мы говорим про наше мероприятие, которое мы проводим в регионе для всех структур на этой территории. Поэтому, естественно, мы только с вами согласовали это в марте. И вы начали с марта месяца присылать, вот сейчас апрель, уже план мероприятий. Мы еще смотрим, какие у вас есть результаты, точно так же, как и у всех. Мы смотрим результаты, объемы и начинаем дальше работать. Это то, о чем сейчас сказал Евгений. Мы смотрим работу. Коллеги, может быть слово «отчет» звучит очень грозно, очень жестко, но я еще раз повторюсь. У нас очень лояльные сейчас требования. Первый момент, который вам нужно сделать, это прислать план на следующий месяц. Мы установили дату 25 число. В этом месяце мы его передвинем на 27, только в связи с тем, что у нас планируется поездка в Минск. То есть, вы предоставляете... Вам нужно сделать всего два шага условно. Первое – это план на следующий месяц, условно, на май. Давайте как пример просто рассматриваем. Что вы планируете, какие даты мероприятий в мае. Это мы все размещаем и делаем рассылку. Вы это знаете по общей базе данных и РСВ в том числе. То есть, чтобы все люди в регионах вас слышали, знали. Второй момент, что вы присылаете почет в конце месяца. Вы присылаете небольшое письмо. То же самое, что условно там 5, 10, 20 прошло мероприятие. Все прекрасно. Супер, когда вы прикладываете фотографии. Это регулярно делают наши все балтийские страны. И супер, мы уже будем готовить следующий ролик с вашими фотографиями. У нас будет прекрасный материал. Поэтому я надеюсь, я ответила на этот вопрос. И сейчас я не буду читать тогда вопросы в чате. Мы пройдемся по нашим рабочим вопросам, которые сейчас интересуют всех. Я надеюсь, вы получили ответы по вознаграждениям, по бонусам. И сейчас, с апреля месяца, мы уже более серьезно, что ли, сейчас соструктурируем эту работу. Поэтому по выгрузкам, по странам, городам и то, что сейчас озвучил Евгений Кудряшов, я надеюсь, понятно. Следующий момент. Страница команды. Это вот опять же, пятый раз повторяем, все слышат по-разному. На сегодняшний момент у нас 31 региональный представитель. Представитель региональный лидер. Также есть лидерские советы, то есть это ваши команды и так далее. Но мы сейчас говорим о тех людях, с которыми мы подписываем соглашение, которые на себя берут ответственность по организации этих мероприятий. И является как бы официальным лицом от компании Skyway Capital, с которого мы требуем отчетность, требуем мероприятий и так далее. То есть имеем прямую связь в любое время. Поэтому то, что касается страницы нашей команды. На сегодняшний момент мне прислали только около 20 человек ваши фотографии. Мы сейчас, как уже сказала Евгения, размещаем эту страницу. Буквально вчера занимались практически до ночи. Тоже выставляли и так далее. Смотрели данные. Какие-то фотографии подходят, какие-то нет. Коллеги, я очень рекомендую вам сделать профессиональное деловое фото. Мы уже об этом тоже неоднократно говорили. Это лицо. Это ваше лицо. Это лицо вашего региона. И это лицо нашей компании. Поэтому позаботьтесь, пожалуйста, о себе. Сделайте хорошие фотографии. Мы сейчас выставляем те, которые вы прислали. Но затем мы, возможно, поменяем. Поэтому не оставляйте это на потом. Итак, мы в апреле должны полностью сформировать эту страничку. Сейчас уже буквально в течение пары дней она появляется. Все, кто не доприслал фотографии, мы не будем по одной фотографии сбрасывать человека, отвлекать. То есть, естественно, тогда они накапливаются условно в течение 2-1,5 недель. И отправляются целой папкой для того, чтобы сделать добавление на эту страницу. Поэтому это ваша первая заинтересованность. Заявить о себе, чтобы, зайдя на эту страницу, вас увидели, услышали и имели контактные данные, чтобы с вами связаться. Следующий момент. Хотелось бы действительно сделать акцент о последних приготовлениях к нашему шикарнейшему мероприятию в Минск, с которой мы готовимся. Мы уже все время об этом говорим, что вы также являетесь одними из главных организаторов этих мероприятий. Потому что я знаю, что очень много ответственных региональных лидеров собирают и автобусы, и организовывают людей, и организовывают в своих регионах группы для того, чтобы совместно могли как-то сгруппироваться и ехать вместе. Поэтому еще раз просто напоминаем, что осталась финишная неделя. Организуйтесь, встретьтесь, сделайте, проведите отдельную встречу с партнерами, чтобы ответить на все вопросы. И на самом мероприятии заниматься, фокусироваться, уже быть в курсе и фокусироваться не на организационных моментах и суете, а на самом мероприятии, на той информации, которая будет дана там, на тех встречах, контактах и так далее. Следующий момент. Еще раз напоминаю о том, что у нас, я знаю, что сейчас много представителей у нас с европейской части, и очень много звучал вопрос по вводу, выводу денег. Коллеги, еще раз изучите. Прекраснейшая просто возможность. Очень доступная, очень бюджетная система, платежная система по вводу и выводу денег по всему миру. Пожалуйста, посмотрите ролик. Павел Манылов сделал просто исключительный ролик. Все понятно. Изучите сами и обязательно покажите своим партнерам, чтобы этот вопрос также был снят. Следующий момент. Конкурс «Поездка на Кипр». У нас стартует с 15 апреля по 31 мая. На этой неделе будет уже конкретный анонс, в котором будет сказано, что запускается такой конкурс, будут все условия. Этим вопросом занимается у нас Наталья Эрдман. Вчера на партнерской встрече она давала первую информацию. Сейчас мы просто подтверждаем даты нашей поездки. Сейчас где-то есть картиночка, один момент. Вот она есть. То есть с 20 по 26 июня мы встречаемся на Кипре. Это прекрасное летнее время, когда мы можем не только отдыхать, но мы можем совместно еще и обучаться и получить очень мощный заряд, импульс, обучение. То есть чтобы, знаете, вот соструктурироваться и духом, и телом, и сознанием. Поэтому у нас предстоит такое прекрасное, замечательное мероприятие. Сейчас долго мы на этом не останавливаемся. В ближайшие дни будет полнейший анонс с возможностью заполнить заявление, прочитать все условия этого конкурса. Хочу сказать, что для того, чтобы компания оплатила это путешествие, эту поездку, это мероприятие для вас, будет предложен конкурс, где нужно будет сделать объем 15 тысяч долларов. То есть это я и моя команда условно, да, то есть я и моя первая линия. Коллеги, сейчас это можно рассматривать по-разному, что может быть кто-то скажет, это недостаточное время для того, чтобы сделать такой объем. Сейчас приходят очень серьезные лидеры, и у нас оплачивают по 10, по 20 тысяч, по 15, по 30 тысяч. Поэтому, условно, пусть вас не пугают эти цифры, настраивайтесь на большие объемы, настраивайтесь на активную работу, на серьезных клиентов, и они обязательно придут. Это вопрос просто наших следующих пунктов, наших планов на апреле, это то, о чем мы говорили. Вообще не нужно бояться никаких больших цифр. Это нормально и естественно. Планируете привлечь клиента на 10 тысяч, к вам обязательно придет клиент на 20 тысяч. Это так работает. Я надеюсь, вы все это знают. Поэтому расширяйте свое сознание, свое понимание, свои планы, и мы движемся очень-очень быстро. Евгений также сегодня это подтвердил, потому что он видит эту картину каждый день в цифрах, и видит, насколько мощно, быстро мы движемся. И еще одно напоминание, я его выделила специально красным цветом, осталось условно 2 недели до смены очередного этапа, смены дисконта, 2 недели это условно, то есть через 2 недели мы уже встречаемся, даже меньше, через полторы мы встречаемся в Минске, где будут объявлены даты следующего этапа и, соответственно, смены дисконта. Поэтому максимально до отъезда постарайтесь сейчас провести в своих командах, в своих регионах встречи с максимальной отдачей, с максимальным наполнением, не просто рассказом презентации 15 минут о проекте, а проработкой со своей командой маркетинг-плана, всех пакетов. Мы говорили уже о том, вот в самом начале я ставила такую картиночку, заставку, сейчас я ее поставлю, буквально, и скажу о том, что буквально со следующей нашей встречи мы начнем подробнейшим образом останавливаться на этих пунктах, для того, чтобы у вас было ясное, четкое понимание, какая общая стратегия у компании Skyway. Какая общая стратегия инвестирования – это то, что вы должны знать сами, то, что вы должны доносить до ваших команд, как выгодно, как интересно, как профессионально, грамотно выстраивать свой бизнес на основе тех условий, которые предлагает сейчас фонд. Поэтому очень важно сейчас выстраивать команду, выстраивать лидерские команды. Я знаю, что у нас очень многие регионы сейчас работают, просто колоссально, очень серьезно. Еще раз хочу отметить и Латвию, и Литву, и Францию, и другие регионы, которые работают просто очень мощно. И также Словакию, и Венгрию. Ребята, вы все большие молодцы. И Польшу – просто мощнейшее подключение. Сейчас у нас буквально сегодня вечером уже будут проводиться вебинары на французском языке. У нас также с апреля месяца подключается Финляндия, Швеция и Дания. Давайте просто вот, можем поставить даже плюсики, просто подприветствуем этих новых людей, этих новых лидеров региона, которые начинают работать в очень серьезных таких… Да, спасибо, коллеги. Потому что это важно, это важно для всех нас. И поэтому стратегия общего нашего движения, такого информационного наполнения, энергетического движения, она должна быть единой. И, естественно, каждый в своем регионе применяет уже какую-то специфику, он знает менталитет того либо другого региона. Мы сейчас говорим не об этом, мы говорим об общем направлении, об общем таком движении, которое нам всем будет давать дополнительные силы, потому что мы все работаем на наш единый результат. Именно по этой причине мы дальше идем по нашим планам. Я еще раз просто напоминаю, это важно себе корректировать, где-то помечать планы наших собственных ежемесячных инвестиций, потому что это важно. Нам перемещаться по статусу, планируем наши следующие статусы, напоминая о том, что региональные лидеры и лидеры, которые входят в лидерские советы, также должны иметь статус не ниже лидера. Вчера и во все последующие встречи, которые будет проводить Инета и в предыдущие, также она очень подробно рассказывает и маркетинг план, и как это делать. Мы со следующего раза также пройдемся по тем пунктам, которые только сейчас говорили, по общей стратегии ведения дела. Наш план на апрель, напоминаю, миллион. И очень хочется, чтобы это было реальностью. Поэтому также хочу сейчас вашу обратную связь, ваш импульс на подтверждение того, что мы это сделаем. Мы сейчас просто летим как на ракете, как я говорю, турбулентность все остается у нас за спиной. Поэтому, коллеги, сделаем, да? Ну, супер! Но для этого, как я всегда говорю, нужен четкий план, построение команды. И очень важна именно стратегия работы с партнерами. Это то, о чем и вчера, кстати, говорила Инета, очень важно выстраивать правильно стратегию работы с партнерами. Мы в следующий раз отдельно, со следующего раза отдельно также это проговорим уже с учетом ваших встреч с партнерами и введения презентации. Как это делать грамотно, чтобы у нас был единый фирменный стиль, чтобы у нас была такая единая направленность. То, что касается лидерских команд, еще раз хочу напомнить, что присматривайтесь, смотрите сейчас за инициативными людьми. Не бойтесь пробовать, предлагать. И тем людям, которые сейчас у вас приходят инициативно, начинают сотрудничать, работать, проводить презентации местные. Проводите вместе с ними это. Но просто начинайте это делать. Мы тоже все когда-то учились. Мы тоже сейчас улыбаемся на теми первыми презентациями, которые мы проводили когда-то, когда мы учились. Ничего страшного в этом нет. Нет, это супер, это здорово. Каждый привносит какую-то свою уникальность, свою энергию, на которую приходят именно его люди, его команды. Понимаете это? Это супер, это здорово. Поэтому обязательно ставьте себе в план расширения лидерского совета. Только тогда будут хорошие объемы. Тогда работает квантовый закон расширения. И еще раз напоминаю о том, что, конечно, все вопросы, которые мы озвучиваем, это ответственность региональных лидеров и по бонусам, по организациям, по оплате. Либо офис, если вы снимаете, или это арендованные залы, кабинеты и так далее. У нас все это работает на самофинансирование. Я это проговариваю только для тех новых региональных лидеров, которые сейчас к нам присоединяются. И важный момент, что все, как я говорю, что не бойтесь экспериментировать с учетом тех наработок, которые у нас есть. Поэтому мы и делаем такие рабочие встречи, чтобы, знаете, все сонастроятся. Как мощный монолит и просто лететь и светить. Все, абсолютно все наши обучения мы делаем через действия, через наши мероприятия. Еще раз напоминаю, я жду от вас с 25 по 27 мая следующий план мероприятий. Хотя сегодня 12 число, но вы знаете, у нас перед поездкой в Минск 19 числа будет еще одна рабочая встреча. И затем будет поездка. Кто-то будет еще в дороге, кто-то будет еще в пути. Поэтому уже сейчас планируйте. В последующем мы будем планировать ближайшие не просто месяц, а ближайшие три месяца. И в этом никакой нет сложности. Вы знаете, как это прекрасно работает. Все, что запланировано и написано на бумаге, оно просто материализуется. Энергия начинает раскручиваться и создавать события и так далее, и так далее. Поэтому это все на сегодняшний момент такие напоминания о наших предстоящих мероприятиях. Давайте мы посмотрим, есть ли у нас какие-то вопросы в чате. Так, буря эмоций. Прекрасно. Так, давайте сделаем предложение. Строите высокоскоростную дорогу Москва-Казань-Петехновый. Замечательно. Все эти предложения у нас впереди. Сначала у нас мощный импульс на финансирование экотехнопарка. И это самый первый вопрос. Скиньте, пожалуйста, скрин ошибки. Хотелось бы знать, сколько осталось нам собрать денег до запуска экотехнопарка. Наталья, прекрасный вопрос. Именно за этим ответом мы едем все в Минск. И я надеюсь, услышим у Анатолия Дорыча Ницкого. Так, можно повторить в процентное соотношение вознаграждений за работу регионального лидера. Да, можно повторить. Сейчас вот этой картиночки у меня нет. Прямо сейчас возьмите карандашик, запишите для тех, кто еще это не выучил наизусть. Коллеги, от 0 до 15 тысяч долларов оплачивается 2% от этого объема. То есть, любая сумма до 15 тысяч долларов. 2%. С 15 тысяч долларов до 25 тысяч 3% от суммы объема. С 25 тысяч до 100 тысяч, сейчас планка отодвинулась, не до 50, до 100, с 25 тысяч до 100, 4,5%. И когда делается объем 100 тысяч, мы говорим уже персонально. Скорее всего, это будет 5%. Сейчас для вас говорим, все карты открываем. Итак, следующий вопрос. Скиньте, пожалуйста, ошибки. Так, можно повторить процент. Повторили. Коллеги, присылая отчет о конференциях, фотографии, загружайте на облачные сервисы. И сбрасывайте ссылку на папку с фото. Да, спасибо, Лариса, отлично. Так, один момент. Так, что-то не могу сейчас. Так, видеоконференция с презентацией Путина. Давайте сделаем предложение строить. Замечательно. Благодарим за встречу. Скиньте, пожалуйста, скрин ошибки. Так, это мы читали уже. Что-то у меня перепрыгивает, не могу никак включить. Так, куда можно обратиться по приезду в Минск для решения некоторых? Так, обратиться по приезду в Минск. Куда можно обратиться по приезду в Минск? Значит, Лариса, может быть, ты ответишь сейчас на этот вопрос? Куда можно обратиться по приезду в Минск? Лариса Артамонова, я вижу, что есть на связи. Не совсем поняла инфу по адресу, коду на минских мероприятиях. Особенно встречи в Минске. Владимир Павлов. Так, коллеги, значит, то, что касается поездки в Минск. Вся информация есть в личном кабинете. Вы можете зайти и внимательно изучить, открыть каждый линк. То, что касается организационных моментов, я знаю, что 23 числа на железнодорожном вокзале в 9 утра будет уже отходить автобус. Потому что все приезжают, кто-то на автобусах, кто-то с железнодорожным транспортом, кто-то на самолете и так далее. Пожалуйста, будьте заранее за 1 час. То есть в 8 утра вы уже должны быть все на железнодорожном вокзале. Еще раз переуточним. Еще очень крупными. Давайте мы на следующей планерке. Также спасибо за этот вопрос. Сделаем отдельный акцент. Может быть, я даже приглашу Ларису Артамонова на 2 минуты. Просто обозначить эти организационные моменты. Так как вы будете передавать это своим структурам, своим партнерам, чтобы вы четко сами ориентировались и даже помогали всех сорганизовать. Хорошо? На следующей планерке этот вопрос озвучиваем. Это то, что касается непосредственно уже организации в самом Минске. Где, когда встречаемся, во сколько, куда идем, как движемся. Так, дальше. Теперь вопрос. Так, 3 человека с комплектами на работу. Оле. Это благодарю. Так, я послала фотографию нашего обучения на Аликс. Коллеги, то, что касается отчетов, то, что касается фотографии. Конечно, у нас нет таких жестких правил, что если вы что-то не прислали, допустим, какой-то отчет в плане какой-то фотографии. То есть, никто никого на костер не поведет. Но вы понимаете, это нужно вам. Сейчас мы будем готовить следующий ролик. Мы будем продолжать делать такое мини-анонсирование внутреннее по вашим регионам и странам. И нам нужны материалы о вас. Поэтому вместе с датами один раз в месяц, в конце месяца условно, да. То есть, конец месяца – это не 30-е, не 31-е число. Это дни, когда уже сдаются отчеты, когда подводятся цифры и так далее, и так далее. У нас есть четкие даты, с которыми мы договариваемся. Пожалуйста, еще раз запишите себе. С 25 по 27 число вы присылаете расписание на следующий месяц. Пожалуйста, запишите себе это. То есть, с 25 по 27 число вы присылаете расписание на май месяц. И в этом же письме или в следующем письме вы пишете, что в апреле, там, 20-го, 15-го, там, такого-то, то есть, конкретной датой была проделана такие-то мероприятия, плюс фото с одного из этих мероприятий, или с нескольких, которые вам нравятся, понимаете? Где действительно видно, что вы проводите мероприятия, что в вашем зале есть люди и так далее, и так далее. Я надеюсь, в этом понятно с этим. В Минске время московское. Наталья, я думаю, в Минске можно будет встретиться с руководством всех трех компаний. Коллеги, сейчас давайте мы не будем говорить о Минском мероприятии, о самой начинке проведения. Конечно, мы едем для того, чтобы встретиться в первую очередь с Анатолием Эдуардовичем Юницким, услышать уникальнейшую информацию, которая готовится для всех нас. То есть, услышать первоисточник и, конечно, увидеться со всеми руководителями, кто сможет приехать. И я думаю, что вы будете все довольны, и мы все будем довольны и удовлетворены тем, что мы увидим, услышим, и с теми инструментами, с которыми мы сможем приехать обратно и приступить к дальнейшей работе. До какого времени будет продолжаться мероприятие во второй день в Минске? Стоит вопрос, на какое время брать обратный билет. Вот на данную секунду я не могу вам ответить на этот вопрос. 19 числа наша следующая планерка, и я специально попрошу, чтобы Лариса Артамонова пришла на нее и ответила на все эти вопросы. Если вопросов у нас больше нет, коллеги, если есть еще вопросы, пожалуйста, пишите. Если больше нет, мы не будем задерживать наше совместное драгоценное время. У нас много работы. Поэтому давайте сохраним такой прекрасный импульс настроения, которое было в самом начале. Пожелаем себе успехов, прекрасного настроения, самочувствия, как я все время говорю, замечательного импульса. И идем дальше, работаем. Коллеги, есть ли еще вопросы, или мы будем уже сегодня завершать нашу встречу? Как всегда, и в начале, и в завершении я благодарю всех вас и каждого за работу, за нашу команду, за нашу сплоченность. И всем пока, до встречи, удачной недели, удачного дня и до встречи. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok